Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать сегодня на нашем вебинаре, который будет посвящен сетопам PowerSupply и УПСам. Для начала я бы хотела рассказать немного о истории блоков питания компании Siemens и потом уже перейдем к новинкам и программному обеспечению. Как вы все знаете, Siemens выпускает широкую гамму блоков питания. Это стабилизирующие блоки питания, бесперебойные блоки питания, буферные модули для блоков питания и немного об этом поподробнее. Блоки питания компании Siemens вы можете применять во всех отраслях производства. Это как для промышленности, для автоматизации технологических объектов, для автоматизации зданий, просто их в каких-то бытовых решениях применять. В принципе, данные блоки питания найдут свое применение везде за счет бюджетной цены и широкого применения. Все началось 20 лет назад с простых ситопов в 1993 году и развивается до сих пор. Если вы посмотрите, сначала это были однофазные блоки питания в исполнении Siemens для 300 контроллеров. Затем это все потихоньку развивалось, когда на рынок пришел логом. Для них стали выпускать свои модули блоки питания. На данный день данные блоки питания представлены в широком диапазоне напряжений. Затем стали выпускаться бесперебойные блоки питания для поддержки питания, когда у нас происходит какой-то обрыв в электропитании. И сегодня вышел совсем новый блок питания с модулями расширения. Это PSU 8600, который интегрируется в ТИА-портал, который имеет на своем борту порты для Ethernet и который интегрируется в ТИА-портал. Блоки питания компания Siemens позиционирует как натяжные, интегрированные и эффективные. Существуют линейки стабилизированных блоков питания. Это такие как Setop Compact, с помощью которых вы можете настраивать необходимый уровень напряжения с помощью регулирования на самом блоке питания. Это модули расширения, сигнальные модули, которые позволяют дистанционное включение и выключение в блок блоков питания. Это бесперебольные блоки питания. И УПСы бывают с аккумуляторными батареями и с конденсаторными. И конденсаторные. Бесперебольные блоки питания могут быть интегрированы в ТИА-портал. Сейчас на этом слайде вы видите линейку. Все линейки, которые поставляются на сегодняшний день. И данные блоки питания вы можете найти в наших каталогах на сайтах и узнать всю подробную информацию по ним. И так начну по каждой линейке. Setop Compact. Setop Compact это, как бы сказать правильно, не то что изящный, но они имеют компактный размер, за счет чего вы можете экономить свое место в щите управления, например. Позволяют настраивать выходное напряжение. КПД у них достигает 89%, что очень неплохо, так как стоимость их является бюджетной линейкой. Также есть индикатор статуса, который позволяет вам отследить состояние вашего блока питания. Могут быть настроены, могут быть интегрированы в систему с напряжением 220. Потери мощности составляют до 0,75 Вт, что является приоритетом. У данных блоков питания имеются съемные винтовые зажимы, что позволяет легко подключаться к вашей системе. Дальше идут блоки питания Logo Power. Данные блоки питания сделаны в дизайне Logo. И чаще всего покупаются или монтируются на один рейке вместе с модулями Logo. Но также могут применяться в системах, где требуется низкое напряжение. Так как у лого питания Logo широкий диапазон выходных напряжений, низкого выходного напряжения, это 5, 12, 15 и 24 Вольта. Если мы посмотрим на потери, то потери здесь мощности у нас уже немного возрастают, но за счет своей низкой цены они выигрывают. Данные блоки питания могут обеспечивать стабилизацию выходного тока при перегрузках, имеют также индикатор статуса на своем модуле и имеют широкий диапазон входных напряжений, как постоянного, так и переменного тока. Ситоплайт. Это бюджетная линейка блоков питания. Блоки питания позиционируют себя как для промышленных условий. Они удовлетворяют всем вашим запросам при своей низкой стоимости, компактным размерам, что может послужить хорошим толчком для применения их в промышленности, в шкафах, где все время не хватает места. На их борту имеется индикатор статуса, который вам горит зеленым светом, когда у вас на выходе 24 Вольта, 10 Вольт и так далее. Допускается параллельное подключение. Далее идут блоки питания СитопСмарт. Это мощные блоки питания. Они у нас однофазные и двухфазные. На выходе у них мы можем получить как 24, так и 12 Вольт. И он представлен в широком диапазоне токовых нагрузок. Резервное питание у него до 20 миллисекунд, при нагрузке до 220 Ватт. Данные блоки питания сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от минус 10 до плюс 70 градусов, обеспечивают эффективную защиту нагрузки от коротких замыканий, перенапряжений, перегрузок, автоматическое переключение диапазона. К данным блокам питания можно подключить буферные модули для стабилизации вашей системы. То есть, когда, например, у нас происходит какой-то провал напряжения, буферные модули позволяют сохранить питание системы до нескольких секунд. Все зависит от нагрузки тока, который у вас существует. Для каждого контроллера и блога, реле, существуют так называемые блоки питания в дизайне математик. Что позволяют делать нам эти блоки питания? Ну, так сказать, не разрушить единость системы. Если, например, у вас система состоит из 1200 контроллеров, модулей расширения к нему, то и целесообразно подключить блок питания в стиле 1200. За счет этого у нас сохранится целостность системы. И то есть, ну, это фишка, наверное, больше для того, чтобы сохранить какую-то более красочную визуализацию. То есть, для не нарушения какого-то визуального восприятия. Данные блоки питания тоже отвечают всем требованиям. У нас они есть на 24 и на 220 вольт. Существуют они специальные в формате ET200 PRO для 1500 контроллеров, для 1200 контроллера и для 300 контроллера. Ситомодулар – промышленные источники питания. Как говорят наши коллеги из Германии, что это блоки питания для более серьезных задач, которые имеют такую функцию, как Power Boots. Данная функция обозначает, что если у нас пропадает питание или идет, если у нас идет перегрузка, то модуль может работать в течение 5 секунд в минуту. Высокое ТПД – это до 95%. Широкий температурный диапазон от минус 20 до плюс 70. Имеют высокую перегрузочную способность. Они могут использоваться как самостоятельно, так и для увеличения системы. Они могут расширяться дополнительными модулями резервирования, за счет чего мы можем осуществлять контроль и диагностику. С помощью данных видов, данных блоков питания мы можем регулировать уровень выходного напряжения, что позволяет учитывать падение напряжения в линии подключения нагрузки. И совсем новый модуль, который вышел недавно, который будет интегрирован в ТИА-портал. Как обещают, что ХСП выйдет для него в начале марта, чтобы можно было настраивать его в ТИА-портале. И он также будет представлен в 14-м ТИА-портале, что позволяет нас легко подключаться к нему и корректировать какие-то данные. Итак, остановитесь на нем немного поближе. Это компактный модуль питания. На борту у него 4 интегрированных выхода, которые рассчитаны на 10 А. Данные выходы можно настраивать с помощью веб-сервера. Сейчас я покажу веб-сервер, какой у него. Это веб-сервер, встроенный веб-сервер. Извиняюсь, сейчас у него небольшие проблемы. Спасибо. 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 Минуточку. Так, вот сейчас у нас прокрутится. Ну, давайте пока он у нас прогрузится, я немного расскажу о них. Так, данный блок питания будет позволять производить диагностику и обслуживание через встроенный профинет, который у него на борту, в те портали. Продолжение следует... Два буферных модуля. Напряжение можно корректировать на выходе от 11 до 28 вольт. Защита от перегрузок, высокая степень КПД, которая достигает 94%. Поддержка электропотребления сыграет информацию о подключении и переключении выходов, обширный контроль и диагностика работы при техобслуживании. Существует буферизация до нескольких минут. Но, к сожалению, она у меня почему-то не подключается. Я могу потом выслать, как это все выглядит. Пощупать вживую веб-сервер ванну на почту, потому что почему-то у нас сейчас происходят какие-то проблемы. Вот, все подключилось. Вот вы видите, это сам блок питания. Дальше идут модули расширения к нему и буферные модули. Мы можем настраивать выхода, как нам нужно, и смотреть их, мониторить их, правильно сказать, с помощью веб-сервера. Можно настраивать. Также у нас есть сообщение об ошибках. К сожалению, у нас его нет вживую. Приходится с помощью оффлайн-диагностики делать. Если он у нас был бы подключен, то здесь мы бы видели, что у нас происходит на годах и в годах. Также, если вы заметите, то у данного блока питания можно настраивать IP-адрес, то есть подключаться к нему через веб-сервер, как мы сейчас только что сделали, и мониторить, что происходит у нас в блоке питания. То есть достаточно такой интеллектуальный блок питания. Он должен выйти в марте этого года. И пакеты для тех питалок ему тоже должны выйти в начале марта. Вернемся к нашей презентации. Да, забыла сказать, что у него еще два интегрированных изображенных порта. То есть мы можем работать, например, напрямую подключиться к нашей системе одновременно. И также одновременно настраивать его в ТЕА-портале. Теперь поговорим немного о модулях, о бесперебойных блоках питания. Это УПСА. У Симминса существует три вида бесперебойных блоков питания. Это с аккумуляторными блоками бесперебойного питания, с конденсаторными блоками бесперебойного питания и с буферными. В зависимости от того, какую мы систему захотим, в зависимости от того, сколько времени нам надо будет удерживать электропитание в нашей сети, мы выбираем, что нам нужно. Бесперебойные буферы питания обеспечивают нам питание в течение нескольких секунд. Все зависит от нагрузки, которая у вас подана. Бесперебойники с конденсаторными блоками могут работать до нескольких минут. Опять же, все зависит от тока нагрузки и напряжения на выходе. То есть, нужно рассчитывать, какое у вас напряжение и какой у вас ток на выходе, и от этого уже отталкиваться, что вам нужно. Сейчас вы видите перед собой УПСА-500. Это конденсаторные блоки бесперебойного питания, которые включают свой состав УПСА-500С с выходным напряжением 24 Вольта и током нагрузки до 15 Ампер. Встроенный накопитель энергии емкостью до 2,5 или 5 Ватт. Также на борту находится USB-интерфейс, с помощью которого вы можете подключаться и настраивать его. Для них существуют модули конденсаторных батарей. Это УПСА-5001С для этого блока. Можно подключать до трех модулей расширения на один блок бесперебойного питания. УПСА с аккумуляторными батареями. Это у нас УПСА-1600, которые тоже новые. Мы немного подробнее поговорим далее о них. Они обеспечивают автономную нагрузку в диапазоне от нескольких минут до нескольких часов. Недавно у нас был случай, что эти батареи обеспечивали нагрузку до 4 часов. То есть система оставалась в работоспособном состоянии при отключенном электропитании сети. Что позволило сэкономить время, деньги и упростило нашу жизнь. Также они могут использоваться в качественной копителе энергиоаккумуляторных батарей. Выполнять мониторинг батареи. Легко интегрируются в ТЕА-портале. Вот вы видите картинку, которая представлена справа вверху. Что соединяется все у нас по профинету. К нему еще подключаются УПСА-1600. И все это соединяется и поддерживает систему, стоящую из 300-х, 400-х, 500-х контроллеров или SCADA. То есть что вам нужно. Далее поговорим немного про софт. Есть такая программа, как она называется CETOP DCUPS Monitoring. Ее можно скачать с нашего официального сайта. Мы здесь можем настраивать и смотреть, что происходит с УПСами, такими как 1600-й. Можем настраивать время. Давайте по порядку. Здесь мы смотрим и какой их статус и канала хотим посмотреть. Дальше задаем время блюферизации. И смотрим, подключен он у нас или нет. Можно подключаться с помощью USB, который имеется на борту без пербойников. Или компорты, но их сейчас как-то не существует. Также здесь мы видим, что если у нас подключен, то мы можем отследить то, что происходит. Далее. Далее. Мне было еще пропало, Вика. Да? Ну как, так. Меня слышно? Вот страницу 8600-го я вам показала. Можно ее закрывать. Теперь поговорим, как удобно и легко можно выбрать блок питания, который нам нужен. Все на самом деле очень легко и просто. Нам нужно зайти в компьютер, в интернет, набрать такую программу, как Selection Tool Setup, и мы попадаем на страницу Setup Selection Tool, где мы можем выбрать блок питания или беспребойный блок питания под нашу задачу. Например, мне нужен Power Supply, то есть блок питания. Я здесь выбираю, какой мне нужен. Например, мне нужен Setup Compact или Setup Light. Вот как раз они являются бюджетными. Заодно посмотрим цену их. Такое ощущение, что у меня интернет не получил. Вот. Здесь вы видите все Setup Light, которые существуют у Siemens и которые являются актуальными на данный момент, которые находятся в активной жизненной фазе. Здесь я выбираю фазу, ток, который мне нужен. Например, мне нужна одна фаза переменного. Дальше я выбираю напряжение. Мне напряжение на 220 вольт. Далее по выходам пройдемся. Например, выход мне на 24 вольта, чтобы он у меня на выходе того 24 вольта. И он мне предложил модули питания, которые имеют на входе 220 вольт, которые у нас однофазный переменный ток у нас. И, например, я выбираю Su110C. И легко я здесь могу посмотреть дату шип продукта, то есть полную техническую информацию по нему. Далее могу посмотреть его сертификаты, мануалы и выгрузить его в формате автокада, то есть для проектирования системы. Вот он у нас выгружается в Support. И здесь мы смотрим его технические данные, то есть заказной номер видим, все, что нам синтересует. Такая вот легкая программа, которая позволит сократить время, ваше время и подберет вам точно правильный блок питания или бесперебойник. Так, давайте сейчас посмотрим, как это все работает с бесперебойниками. Бесперебойный блок питания. Здесь он мне предлагает выбрать с конденсаторным блоком или с аккумулятором. Например, мне нужен аккумулятор. Так, без батареи. Здесь я ввожу 20 А. Время, например, 2 часа мне нужно. А уж, например, он у меня 20 Вольт. И он мне предложил бесперебойные модули питания с батареями. То есть он здесь сразу предлагает, какой вам нужен блок питания и какие батареи к нему нужны для поддержки работоспособности вашей системы. И сколько их надо, что тоже немаловажно. Так, скрываем. Далее есть такая программа, как DCUPS. Она тоже устанавливается отдельно для мониторинга. Так, вот она. Здесь мы можем подключать к этой программе бесперебойные модули питания 10600 и настраивать. Здесь мы выбираем USB или Ethernet. Далее мы идем в Hardway. Мы можем посмотреть максимальное время буферизации, просто время буферизации, ошибки. Можем посмотреть заказный номер, то есть всю информацию о системе. Дальше уже идет настройка буферизации, настройка ошибок, чтобы вам выдавал. То есть все, что вам нужно. Вот такие вот стали интеллектуальные блоки питания модульные. С помощью которых мы можем легко настраивать систему по заданным параметрам ТЗ. И теперь ко второй репрезентации. Это сеток модулар. Стопа модулар. Данные блоки питания являются стабилизированными. Они позволяют работать в широком диапазоне входных напряжений. Давайте мы с вами пройдемся по новинкам. Это сеток модулар ПСУ 8200. Он у нас однофазный блок питания. У него высокая ГПТ до 94%. Срок службы заявлен до 65 тысяч часов. То есть он может непрерывно работать в течение этого времени. Существует в компактном дизайне. Может переключаться автоматически с диапазонной напряжения от 85 до 132 и до 220 вольт. Далее идет сеток модулара 100М. Это тоже однофазный блок питания, который рассчитан на 24 вольта и нагрузку в 20 ампер. У него существует также новая функция, которая называется Powerboots. С помощью нее мы можем перегружать наш модуль в течение 25 секунд. Это один раз. То есть у нас подается нагрузка на него не 20 ампер, а 60 ампер в течение 25 миллисекунд. И, например, может подаваться нагрузка в 30 ампер в течение 5 секунд за одну минуту. То есть он могла создать такой перекрузочной способностью. Также он представлен в широком температурном диапазоне. Далее это у нас сеток 200М. Он тоже выпущен в новом варианте. Это на 5 ампер нагрузки и на 10 ампер. Применяется в двухфазных сетях. Тоже сейчас мы с вами обсуждали однофазный блок питания СИТОП в 8200. Сейчас представлен, вы видите, трехфазный блок питания. Срок службы у него до 90 тысяч часов. Есть индикатор цвета, индикатор статуса, который позволяет отследить, правильно ли у вас работает блок питания. И заключающий это счеток ПСУ-100М, однофазный, который рассчитан на ток нагрузки ТАСС-Кампер. Время запаса у него до 20 миллисекунд. СИТОП модулар тоже на 20 или 40 ампер. Трехфазный блок питания. ТАСС-Кампер тоже имеет такую функцию, как Power Boost и Extra Power, которые позволяют нам давать, перегружать наш блок питания в течение нескольких миллисекунд или секунд, в зависимости от подаваемого тока нагрузки. И трехфазные блоки питания на 48 вольт и 20 ампер. На этом все, что я вам сегодня хотела рассказать. Если есть вопросы... А как надо посмотреть? Что там зовут? А, еще. Для 400-х контроллеров пока, насколько мне известно, нет новых блоков питания. Сейчас больше идут новые блоки питания и развития УПСов. То есть, все время выпускаются УПСы, какие-то новые с интеграцией в ТИА-портал, чтобы можно было настраивать их в ТИА-портале. Далее выпускаются такие бюджетные, больше линейки, как Logo Power или Setup и Compact. Но для 400-х я не слышала, и как бы все то, что мне попадалось, для 400-х не было новых. То есть, как были, так они и есть. Еще вопросы? Спасибо. Сегодня у нас как-то мало, всего лишь 9 человек. Надеюсь, это связано с праздником, потому что все отдыхают. Если у вас возникнут вопросы или какие-то предложения, или еще что-то в этом роде, то вы можете позвонить на нашу горячую линию 737-1737. Или написать мне. Меня зовут Анна Разгоева. Я являюсь ответственной за промоутинг блоков питания. Как всем настройкам, я вам показывала то, что вы можете настраивать из веб-сервера, как вам нужно. Это касается UPS в 1600-х и NOVA 8600. То есть, еще раз покажу его. Сейчас, минуточку. Сейчас, давайте я загружу и вам покажу. Вы можете настраивать время буферизации, можете просматривать ошибки, можете ток, который вам нужно, можете переключаться. То есть, из веб-сервера для нового, повторюсь, 8600, заступны практически всем настройки. Такое, как регулирование выходов, время буферизации для двух буферных модулей. Если интересно, можете прислать свою почту. Я вам вышлю эту веб-страницу и вы там посмотрите, что происходит. Так, есть вопрос по тем. Я делаю это вот он. Так, подождите. Аплоуд 300-го контроллера вы делаете? Хотите загрузить? Мы сейчас про контроллер говорим 300-й? Или про... Да, про контроллер. Теопорта у вас Basic, Professional? Ну, если Professional, то у вас не должно возникнуть никаких проблем. Если Basic, то он не поддерживает 300-й контроллера. И Professional, вы подключаете, как он у вас физически находится? А пилинговать пробу или пилингуются вообще с компьютером? СССР 5-й. Если хотите, можете позвонить мне. Я вас переведу на человека, который занимается трехсотными контроллерами. Мой телефон 8-495-737-19-99. И вы с ним поговорите об этом. Продолжение следует... Презентация. Спасибо всем, кто был с нами. И надеюсь, до новых встреч. Уже когда у нас появятся блоки питания на руках, мы сможем это все посмотреть, как живой работает в Теопортале, протестировать это все. И живой убедиться о таких замечательных ноу-хау. 8-й. 4-й. 4-й. А можно же написать. 8-й. 4-й. 4-й. 9-й. 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 Вот. Так. Далее, далее, далее. Ну так вот. И когда у нас появятся на руках новые блоки питания, мы вам сможем наглядно посмотреть, как это все работает в Теопортале. Спасибо всем. До свидания. До свидания.